Верховный суд своим решением, вот оно кстати здесь, запретил ребенку без прививок ходить в детский сад. Вот такая у нас судебная система, вот такая вот у нас к сожалению с вами действительность. Какая там суть данного вопроса, постараюсь рассказать вкратце. Еще в 2017 году матери и ее ребенку отказали в доступе, я считаю это конституционное право каждого человека, к дошкольному образованию, попросту к детскому саду. Мать на этом естественно не остановилась, и она из тех наверное редких людей, которые готовы это оспаривать, и она обратилась с исковым заявлением в суд. Суд первой инстанции удовлетворил ее иск, признал действия данного детского садика незаконными. После чего, вот на что у нас тратятся деньги наши с вами, которые с нас пытаются сбивать как налоги, была подана апелляционная жалоба. Апелляционный же уже суд отменил решение первой инстанции и отказал женщине в ее исковом заявлении. После чего, женщина на этом не остановилась и подала касационную жалобу в наш новый справедливый Верховный суд. И 17 апреля было вынесено постановление, которым было запрещено ребенку ходить в детский садик, если у него нету прививок. Я лично, вот как вы видите, данное решение распечатал, я его читал, изучал. И тут достаточно все так красиво правильно написано в плане ссылок на законы. Я сейчас вам тут постараюсь кратенько как-то зачитать. К примеру, они ссылаются на статью 9 закона про дошкильную освиду. Громодяны Украины, независимо от расы, кольора, шкіри, политических, релігийных и других переконаний, статей, этнического, социального походжения, майнового стану, место проживания, мовных або других ознаков мают рівні права на сдобуття дошкільної освіти. Далее они ссылаются на статью 12 про охорону дитинства закона. Батьки несут відповідальність за стан здоровья дитини и ее физический развитие. Далее идет статья 3 Конвенции про права дитини у всех вопросов о дитех как наиболее интересах дитини. А статья 28 Закону України про дошкільну освіту дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту у державних и комунальных закладах дошкільної освіти. А еще дальше они ссылаются на Европейский суд, на их какую-то там заяву від 15 березня 2012 року. Справа Соломакин проти України висловлює думку суд, що обов'язково щеплення як примусовий медичний захід є втручанням у гарантований пункт 1 ст. 8 Конвенції про захід прав людини. Как вы видите, друзья, все статьи вроде как ведут к тому, что по идее женщина права, но вывод достаточно однозначный и я считаю очень нехороший. В том плане, что отказано женщине в удовлетворении ее рискового заявления. Касательно данного решения я вот что думаю. Нету справки, нету образования. Вот до чего мы уже дожились. Вот мне просто интересно, неужели кто-то верит в то, что наше государство, государство Украина, хочет нам помочь. Наше, подчеркну, государство. Вот так вот ни с того ни с сего не залезть нам в карман через коммунальные, через какие-то налоги, а хочет нам помочь, оказать, так сказать, помощь. Да еще и бесплатно. Все у нас, естественно, знают о воровстве на государственных закупках. Что ни один Буратино, который там работал, уже на этом попалился, кого-то там посадили, кто-то там убежал. Это касательно всех, так сказать, на украинском языке, галузей нашей державы. А что вы думаете, там не исключение, там покупают качественное, там заботятся о ваших детях? Одним словом, нет слов, все, что я могу сказать. Я, как гражданин Украины, являюсь противником всех этих ненужных, бесполезных прививок. И всей этой, так называемой, в кавычках, заботе нашего государства о нас с вами. Мне забота не нужна. Хотя бы не надо нас здесь трогать. Пытаться каждый раз залезть к нам в карман. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, возможно ли справку о том, что ребенок привит, хотя на самом деле он, естественно, не привит, купить в наших с вами украинских поликлиниках. Жду ваших ответов. И, естественно, если данное видео понравилось, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте пальчик вверх. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.